Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем следующем вебинаре, на вебинаре цикла компании Директ Медиа. Прежде чем передать слово нашему сегодняшнему ведущему Леониду Сурису, который представит нам тему «Печальные годовщины 2017 года. Тематические коллекции электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн», я хотел бы сказать пару слов о наших будущих вебинарах. Те из вас, кто зашли попозже, пожалуйста, перемотайте чат в начало. Там приведена ссылка на наши последующие вебинары, которые состоятся, ну там расписание, которое расписано вплоть до июня месяца текущего года. Можете выбрать любой вебинар и зарегистрироваться на него. Пару слов о нашем следующем вебинаре. Он состоится уже завтра. И вот тут, внимание, есть некоторые изменения. Значит, следующий наш вебинар состоится завтра, но не в 12 часов. Мы еще не успели поправить наше расписание. Я, надеюсь, сделаю это вот в ближайшие минуты. Не в 12 часов, как обычно, а в 13 часов 30 минут. Будет вести вебинар Нателла Надаревна Квилидзе-Кузнецова. Вебинар будет называться вот так. Сейчас я название и ссылку на регистрацию дам в чате. Вебинар будет называться вот так. АПР на марше целей и задачи ЭБС-строительства. А записаться на него можно будет по вот этой вот ссылочке. Одну минутку. По вот этой вот ссылке. И я вас всех приглашаю на этот вебинар, который состоится завтра. Напоминаю, коллеги, что все принимающие участие в наших вебинарах получают бесплатный электронный сертификат. Вы тоже получите этот сертификат. Будет происходить это так. На вашу почту, на которую вы зарегистрировались на сегодняшнем вебинаре, придет ссылка. По этой ссылке вы должны будете перейти, зарегистрироваться на нашем сайте. И после этого у вас появится ссылка на скачивание вашего именного электронного сертификата. Коллеги, ну вот и все, что я хотел сказать перед тем, как начнется наша основная программа нашего вебинара. Я передаю слово Леониду Сурису. Сам ухожу из эфира и остаюсь в чате. Если будут какие-то проблемы, можете мне задавать вопросы. Ну и, конечно, и Леониду тоже прямо в чате. Всего хорошего. Ну, я включусь еще один раз перед окончанием вебинара. А сейчас передаю слово Леониду. Спасибо. Леонид, что-то стало со звуком. Вот сейчас хорошо. Видимо, сейчас я еще раз выйду. Попробуйте. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Почему-то как только я выхожу из эфира, звук... Нет, он становится очень хриплым. Попробуй убавить немножко громкость. Сейчас попробую. Громкость микрофона наверху вот зелененькие. Да, я... А, вот это вот, да? Ну, немного. Помещать в режиме. Так, вот. Ага. Так. Вот так. Сейчас я уйду из эфира и снова проверимся. Да, давай. Ну, а сейчас нормально? Как это получается? Вроде мы проверяли перед этим. Сейчас можно вещать? Все. Значит, еще раз прошу прощения за техническую... Бой небольшой. Добрый день, коллеги. Сегодня тема у нас, ну, достаточно интересная. 2017 год – это столетие трех ключевых событий, событий в жизни нашей страны. Это столетие февральской революции. Это столетие октябрьского переворота. Ну, и, как называется, октябрьской революции. Кстати, некоторых режет название октябрьский переворот. Так вот, Владимир Ильич Ленин не называл это октябрьской революцией именно октябрьским переворотом. Руководитель, собственно, этого переворота. И третье событие, фактически начавшееся в 1917 году – это гражданская война. Одно из самых страшных событий в жизни нашей страны, унесшее десятки миллионов жизней. Есть цифры, подсчитать, конечно, невозможно. В некоторых источниках называется 21-23 миллиона. Вот, то есть это действительно три ключевых события, на много лет определивших развитие России. Вот, сделали мы, решили, что для того, чтобы это не прошло так незамеченно, как было в свое время в Советском Союзе, если вы учились в школе и помните, то о февральской революции практически, о февральской революции мы ничего не знали. И запоминалось из февральской революции только то, что 10 министров-капиталистов и Керенских, бежавших в женском платье. Но что можно сказать? Это, конечно, был очередным советским мифом. Февральская революция была поистину народной революцией. Что привело к февральской революции? Это, в первую очередь, конечно, Первая мировая война. Февральская революция еще считается второй русской революцией. А Первая русская революция, как вы все, конечно, прекрасно знаете, это революция 905 года. Вот, революция 905 года была достаточно кровавым событием. Она была подавлена. Баррикады были подавлены. Подавлена была Петром Аркадьевичем Столыпиным. Да, тогда вот появились Столыпинские вагоны, Столыпинские галстуки. Но Петр Аркадьевич Столыпин был человеком исключительно умным. И тогда не только он, но и многие другие русские политические деятели поняли, что дальше так продолжаться в России не может. И уже с 907 года приблизительно уже в России был парламент Государственной Думы. Фактически Россия стала конституционной. Леонид, просьба говорить немножко громче. У нас, к счастью, пропали шумы, но у многих слушателей... А, хорошо, буду громче говорить. Ладно, все, договорились. Вот. Это было после революции 905-907 года. В 907 году в России появился фактически настоящий парламент, где были разные фракции. Представлены были все партии практически. Там от монархистов до социал-демократов. Там действительно происходили дебаты. Принимались важнейшие для страны решения. И что произошло с Россией после этого? Темпы роста промышленности и сельского хозяйства в России были чуть ли не самыми высокими в мире. Приблизительно 10% называется цифра. То есть это современный Китай. Ни больше, ни меньше современный Китай. Петру Аркадьевичу Столыпину удалось реформировать сельское хозяйство, которое после многих лет такого прозябания в России начало экспортировать зерно. В сельском хозяйстве он, да, фактически были созданы фермерские хозяйства. Крестьяне получили возможность спокойной, свободной работы. Получили свою землю. Тогда уже от Столыпина, Столыпинской реформы. В России сельское хозяйство начало разбиваться... Леонид, я прошу прощения. Давай попробуем чуть-чуть добавить громкость на микрофон, но чтобы не было шумов. Потому что люди просят, если у нас получится, то это будет хорошо. Вообще пропал звук. Звук вообще пропал. Леонид, ты выключил микрофон. Он крестиком у тебя обозначен. Включи, пожалуйста, микрофон. Сверху есть зеленое изображение микрофона. Вот оно у тебя перечеркнуто сейчас. Да, 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 вот теперь включилось, да. Опять выключилось. Леонид, не слышим тебя. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Да, да, да. Теперь еще этот самый... Так, сейчас как, нормально? Да, теперь изображение включи, пожалуйста. Так, изображение. Так, теперь включить изображение. Вот оно, да, у нас? Все. Да, лучше стало. Ну все, продолжим тогда. Местный и зарубежный. Леонид, опять звук пропал почему-то. Нет, звук есть, микрофон включен, но... Ну вот, вот сейчас, сейчас, одну минутку. Сейчас, то ли это какие-то проблемы с вебинарной комнатой, как я ухожу, звук пропадает. Сейчас. Давай еще раз попробуем, я сейчас выйду. Ты чего-нибудь говори. Восемьдесят. Вот. Вот. Ну попробуем. Значит, в России начала развиваться очень высокими темпами промышленность, причем станкостроение и такие промышленные, так сказать, ну, передовые отрасли, как автомобилестроение и авиастроение, даже такие. Вот, например, в Риге на заводе Руссобалт выпускались автомобили, которые, ну, в отличие от современных, например, российских автомобилей, были на самом высоком уровне. И это каждый может посмотреть, предположим, в Москве в Политехническом музее стоит Руссобалт. Он до сих пор вызывает восхищение. Второй экземпляр остался, по-моему, в Брюсселе, в Пожаре исполнение в Брюссельском музее и тоже вызывает до сих пор так восхищение. Уровень был самый высокий. Развивалось, ну, с помощью западных технологий авиастроения. Рабочие в России начали получать достойную зарплату. Рабочий мог содержать на свою зарплату семью, свободно содержать семью. То есть Россия действительно развивалась очень и очень хорошо. Положила конец этому Первая мировая война. Выстрел сербского террориста в Сараево, убивший эрцгерцога Фердинанда. Вверг Россию. Вошедшую в войну вообще непонятно каким образом, за что воевала Россия, это было самое страшное в любой войне, когда нет целей. А какие были цели у России? У нее даже не было фактически союзнических обязательств перед Антантой. Тем не менее, Россия влезла в войну, вошла в нее на стороне Антанты. Значит, с кем, вот какие цели были? Константинополь. На Константинополь. Да, проливы. Босфора Дарданеллы. За славянское братство. Ну, какое славянское братство могло быть, если на стороне противника воевала православная славянская Болгария, кстати, давшая нам письменность. И в Австро-Венгерскую империю входили славянские народы, которые тоже, соответственно, были в армии и воевали против русской армии, против французской, английской. На стороне Германии и Австро-Венгрии. Поэтому целей войны не было. Зато сразу были подавлены свободы. Фактически, сразу, ну, после подавления свободы. Во-вторых, вторая причина – это очень плохое снабжение русской армии, жуткое воровство поставщиков. За что русские солдаты три года книли в окопах, они не могли понять, а кто такие были русские солдаты. Это были российские солдаты. Это были крестьяне и рабочие. Поэтому к 1917 году страна была фактически на грани банкротства экономического. Недовольство было всех слоев России. Начиная от рабочих, крестьян, армии. Везде было недовольство. Даже монархисты и те понимали, что царский режим себя изжил. И вот в феврале 1917 года произошла, ну, поистину, народная революция. Сначала было отречение императора Николая II, который благородно отрекся. Это все было сделано действительно бескровно. Отрекся. Это было абсолютно так мало. Ну, была кровь, конечно, пролита, но это в основном мало революция. Николай II отрекся. Власть перешла временному правительству. Временное правительство состояло из патриотов. Да, это были патриоты. Действительно, патриоты России. Возглавлял сначала... Особенно, ну, интересно, вот, например, Александр Федорович Керенский. Интереснейшая личность в истории России. Интереснейшая. Адвокат. Один из лучших в России. По, значит, своим взглядам, он был, безусловно, так сказать, демократом. Кстати, что его характеризует? Несмотря на то, что это был один из самых выдающихся адвокатов России, он малоимущих и бедных людей защищал бесплатно. Временное правительство, конечно, состояло из патриотов, но любая революция, как сказал, что происходит в дальнейшем с любой революцией. Вот цитата, которая приписывается Отто фон Бисмарку. Революции готовят гений, делают романтики, а пользуются плодами негодяев. Так происходило с Великой Французской революцией, так произошло и с Февральской революцией, Второй Русской революцией. Да, действительно, расшатывалось после... Когда пытались... Во-первых, были совершены, конечно, ошибки. И в нашей коллекции это показано. Ошибки Временного правительства, безусловные ошибки. Не выполнены были, например, земельная реформа, а это была основная реформа. И Россия, конечно, была на стороне победителей, и до окончания войны оставалось несколько месяцев. Вот это были самые трудные месяцы. Солдаты по-прежнему, им отразум, были в окопах, и по-прежнему они видели, что ничего не изменилось. Поэтому, когда пришли к Временному правительству несколько генералов, и сказали, что надо защищать, надо наводить порядок, то эти генералы никто не послушал. В общем-то, даже плохо закончили некоторые из них. И в результате произошло то, что произошло. В феврале власть перешла совершенно к другому классу. К людям, которые декларировали одни цели, а в результате получились другие, получились совсем другую страну. Значит, что еще можно сказать? Как перешла эта власть? Вот само по себе вот этот вот момент защищали Временное правительство, защищали казаки. которые просто предали, нарушили присягу, договорились с матросами, которые захватили и арестовали Временное правительство. Вот. Защищать остались мальчишки-юнкера и женский батальон. Вот эти сражались до конца, стояли до конца. Вот. Тем не менее, конечно, это все было, так сказать, это самое, неравные силы. Кстати, и матросы, и казаки потом уже пожалели об этом, потому что после этого был и кронштадтский мистеж, были казачьи восстания, было расказачивание, но тогда всем казалось, что вот вся власть с советом это действительно должен, который приведет действительно к власти советы, рабочих, крестьян, ну, получили то, что получили. Значит, теперь, да, кстати, хотел пару слов об Александре Федоровиче Керенском и о сбежавшем в платье, якобы женском платье. Конечно, это миф, это советские мифы. Дело в том, что отец Александра Федоровича Керенского и отец Владимира Ильича Ульянова были ближайшими друзьями. Отец Ульянова Илья Николаевич был начальником отца Керенского. Они дружили, Федор Керенского, они дружили. Когда произошло вот это вот несчастье с Александром, когда он был приговорен к смертной казни за террористическую деятельность, за подготовку к покушению на императора, то пытался смягчить приговор как раз отец Керенского. Пытался, бился до последнего, смягчить приговор. При этом он был человеком очень объективным. Единственная четверка в эти стати Владимира Ульянова была поставлена как раз отцом Керенского. Тем не менее, конечно, Александр Федорович не сбегал в женском платье. Он еще потом жил в Гатчине, потому что, ну, наверное, Ленин был, Владимир Ильич, наверное, не настолько был, чтобы близкого, так сказать, человека к их семье, вот так вот взять и уничтожить. Такого еще не было. Это пришло потом не к Ленину, а уже к другим людям, которые продавали своих ближайших, подписывали приговоры своим ближайшим друзьям. В общем, это было уже потом. Это уже было следующее. Теперь о коллекции. Значит, в коллекции три раздела. Первый раздел она достаточно большая коллекция и отбирали материалов достаточно много. Отбирали мы лучшее, наиболее интересное и, возможно, наиболее, так сказать, объективный взгляд. Первый раздел это подведение царского режима. Второй раздел это история революции. третий раздел это раздел такой интересный это воспоминания современников. Вот. Теперь немножко о книгах входящих в эти разделы. Вот. Первый раздел у нас входит ряд интересных книг. Начинается ну такой классической с классической книги Александра Александровича Блока последние дни императорской власти. потому что сам процесс, сама революция, переход власти начался с падения царского режима. Вот об этом интересную книгу в свое время написал Александр Блок. Потом как это произошло? Мы хотели показать, ну, как произошло, почему произошло, так сказать, отречение императора и падение императорского дома в России. Вот. Поэтому там ряд книг достаточно интересных о терроризме. Там есть одного из руководителей спецслужб России Александра Васильевича Герасимова на лезвие с террористами. Там очень интересная книга. Воспоминания там. Там книга Александра Михайловича Романова о своем так сказать. Это книга великого князя, который был естественно похож в семью царскую. Вот. Две книги Александра Федорча Керенского очень важные. Александр Федор вообще был личностью интересной. Кстати, и дети у него, особенно сын Олег, были очень неординарными. До сих пор в Англии существуют ежегодные Керенские чтения. Это честь сына выдающегося инженера мостостроителя. Вот. Книга Антона Ивановича Деникина «Крушение власти и армии». Книга Владимира Михаила, прошу прощения, Михаила Владимировича Родзянко за кулисами царской власти, книга «Крушение империи» тоже Михаила Родзянко. Иностранных дипломатов это Мариса Палеолога «Царская Россия во время войны и Царской России накануне революции». Это очень интересная книга, изданная в 20-х годах, а потом долго изъявшаяся из хранения вещей. Ну и капитальный труд выдающегося русского историка, потом он работал и жил некоторое время в Советском Союзе, ну уже пожилым человеком, а вообще историк очень интересный. Это Павел Елисеевич Щеголев, который кроме интереснейшей книги о Пушкине, кроме книги о спецслужбах России, который тоже у нас присутствует в коллекции в другую. Это у него знаменитые падения царского режима, сборники документов падения царского режима. Это шесть томов документов, собранных, тщательно собранных честным историком. Это очень интересно. Ну и также там книги Петра Половцова, выдающегося историка русского зарубежья Сергея Петровича Мельгунова. Книга, кстати, очень интересная «Судьба императора Николая Второго после отречения». книга генерала верхней генерала Данилова. Вот первый раздел, который дает представление о событиях в России до революции, до европейской революции, почему это произошло. Следующий раздел второй, это история революции. Там книги тоже интересные, например, жандармского полковника Александра Ивановича Спиридовича «Великая война и февральская революция». Книга очень неординатная. Книга Василия Витальевича Шульгина, книга Георгия Коткова «Февральская революция». Естественно, книга Льва Троцкого это единственный собственно из деятелей следующей революции или переворота оставивший мемуары. Книга Льва Дарьевича Троцкого «История русской революции». Первый том это «Февральская революция». Книга интересная. Книга Родзянка, записки о революции Николая Николаевича Суханова. Ну, это издававшаяся уже книга уже после перестройки трехтомное издание, в котором тоже «Февральской революции» достаточно много. Естественно, «История второй революции» Милюкова, книга известного разведчика английского Робина Брюса Локарта «История изнутри» мемуары британского агента, тоже изданная в 20-х годах. Книга Сергея Петровича Милюкова. Ну, и также там возможно еще фотографический ряд фотографий времен «История революции». Вот, я считаю, достаточно интересный такой состав. И, наконец, третья часть – это «Воспоминания современников». Вот тут книга Шульгина, известная «Последний очевидец», и Владимира Дмитриевича Набокова, отца «Временное правительство» и «Большевистский переворот», отца удающегося писателя. Тут книга и «Воспоминания Владимира Николаевича Ковцова». «Воспоминания современников». Подборку мы из архивных материалов делаем подборку «Воспоминания современников о февральской революции». Очень такие небольшие, но интересные такие вещи, очень малоизвестные. Мемары дипломата Джорджа Бьюкина. Дневники Зинаиды Гиппиус, воспоминания Милюкова и записки Бранделя. Вот собственно вот такая коллекция, которая хотя бы говорит о февральской революции не так, как мы это знали. И я считаю, что она интересна и в библиотеках, и в школьной программе. Там можно найти много интересного, если тематика для рефератов и вообще просто для изучения истории. И в университетских программах тоже не лишняя коллекция. Вот теперь о каких коллекциях я еще хотел сказать. К ней, к этой коллекции примыкают еще три наших коллекции уже выпущены и две, которые мы сейчас готовим. Эта коллекция Первая мировая война, она уже известна, будет достаточно. Вот из трех тоже состоящих частей российский взгляд это триантанцы, взгляд побежденных центральной державы и Первая мировая война итоги оценки. Я считаю, что там достаточно интересных, много интересных материалов, начиная от такого классического труда по истории Первой мировой войны генерала Занечковского и кончая немецких книг, анализ который давали немецкие генералы, книги по совещаниям, которые в РККА в Красной армии проходили по итогам войны, Первой мировой войны, совещания, вот материалы этих совещаний с серьезными докладами, то есть это достаточно интересно. Вот еще одна коллекция выпущенная нами недавно, это в серии возвысившиеся и низвергнутые Ленин Человек памятник. Ну, серьезная коллекция, я считаю, что только разделы могут говорить, вот первый раздел это горсть мирового пролетариата жизни и смерть, весь раздел о жизни и смерти естественном Владимира Ильича Ленина, начиная с его, так сказать, юношества и заканчивая 24-м годом. Второй раздел это о революции, венец политической карьеры октябрь 17-го года, третий раздел Владимир Ильич Ленин гражданская война и красный террор, четвертый раздел семья, соратники, враги. Здесь воспоминания о Ленине разных людей и тех, кого он мог называть соратниками, в частности воспоминания Троцкого, который безусловно был его соратником. Вот, воспоминания людей, знавших его, работавших с Лениным, воспоминания его противников из русской эмиграции, достаточно интересные. Ну и пятый раздел, там творческое наследие, там собрание сочинений Ленина. Возможно это нужно для исследователей, для студентов тоже это не лишнее. Так что вполне вероятно, что эта коллекция я думаю тоже достаточно интересная и она конечно привыкает вот к этим событиям истории 1917 года, столетия которых мы отмечаем. Вот еще одна коллекция, которую мы выпустили, тоже там есть материалы о терроризме. Современная чума. Вот история терроризма в России она неразрывно связана с 1917 годом. Привела в том числе и к 1917 году. Вот эта история терроризма в России странная история. Как произошло так, что в России терроризм современный возник в России. Кто возглавлял это? Вы сами понимаете, что как был убит например премьер-министр Петр Столызин. В театре была вся императорская семья. Вы можете представить, какая охрана была в театре, где была императорская семья. туда совершенно свободно входит с оружием Дмитрий Багров. Совершенно свободно подходит премьер-министру Петру Аркадьевичу Столыпину и стреляет в него. Можете представить себе, что это так произошло. Кстати, в 1934 году это было повторено в Смольном. Точно так же был убит Сергей Миронович Киров. Как могло вот такое произойти? Наша коллекция дает ответ некоторые на это. Это немыслимое совершенно. Кстати, по поводу Столыпина. Вот фактически в 1911 году перед своей смертью он фактически был в страшной опале. монархисты и черносотинцы его ненавидели за его реформу. Значит, социал-демократы его ненавидели за 905 год, за столыпинские вагоны, за столыпинские галстуки, когда он твердой рукой пытался предотвратить дальнейшую революцию и падение царского режима. Его ненавидела царская семья, когда он приехал в Киев ему не подали даже карету не подали. Хотя там приехала царская семья, все, премьер-министр, то есть он был фактически в опале. Вот тоже такая трагическая история, выдающийся деятель, учился тогда на своих ошибках, понимал дальнейшее развитие России, очень хорошо он понял, убит. История терроризма дает вот такие вот вещи. Терроризм же в России был сначала совсем другой. Это тоже его не оправдывает, это было преступление, тоже преступное, так сказать, безусловное деяние. Вот. Но, тем не менее, были совершенно другие, так сказать, у него истоки были. Ну, например, еще императором Александром Вторым было отменено, отменены телесные наказания, в России были запрещены императором Александром Вторым. Тем не менее, это все равно продолжалось, и Вера Засулич стреляла в Трепова, потому что он как раз высек студента публично был высечен студент. Вера Засулич стреляла в отместку. Суд присяжных ее оправдал. Безусловно, это был теракт. Но, безусловно, Трепов нарушал российские законы. И здесь, конечно, такой клубок. Ну, надеюсь, вот наша коллекция как раз интересно дает представление о том, там действительно материалы много интересного. кстати, много современных материалов по истории терроризма, энциклопедий там несколько по истории терроризма. Это очень интересные статьи о современном терроризме, о современном терроризме тоже там работают. Так что, ну, интересная коллекция. И вот еще три коллекции, которые я бы хотел представить, которые, ну, действительно, очень-очень неплохие у нас получились. это коллекции о русской эмиграции России вне России серия три. Ну, одна коллекция это художественная литература, мы пока о ней говорить не будем, хотя там тоже есть безусловно, так сказать, и о терроризме, и о революции там есть, но это художественная литература, хотя там достаточно интересная коллекция. А вот две коллекции мыслителей русской эмиграции и мемуары эмиграции это действительно коллекции, которые дают очень хорошее представление об истории России, почему так произошло, почему произошла Первая мировая война, почему произошли революции, почему произошла затекающая с Первой мировой войны и Вторая мировая война, там есть и такие материалы. Там действительно очень много материалов интересных, интереснейших вот в мемуарах интереснейших писателей, интереснейших политических деятелей. Вот разделы мемуарной коллекции, вот литературные мемуары, ну очень интересный раздел. Кстати, хотел бы показать вот книгу из этого раздела, это американское издание, первое такое полное издание американской, знаменитой книги мемуаров Нины Берберовой «Курсив мой». Вот, там полный текст входит от этой книги, это очень интересное чтение, там не все бесспорно, как и в любых мемуарах, но тем не менее это есть там и действительно у очень интересно, притом не только для студентов, для преподавателей, для библиотекарей, для всех интересующихся русской историей, русской культурой, это не оценено. Вот, туда входит второй раздел, это мемуары политиков и чиновников, тоже раздел очень и очень интересный. Мемуары о Первой Мировой Мировой Войне тоже раздел интересный, вот, мемуары о революциях, мемуары о гражданской войне, отдельный раздел, очень даже, мне кажется, многих заинтересует, мемуары сотрудников спецслужб. Да, многие оказались за рубежом, оставили мемуары, это военные, это представители охранного отделения, это полицейские, это жандармы, ну, в общем, интересный раздел, и есть такой, ну, раздел, долго мы думали, включать его, не включать, включать его, не включать, это мемуары коллаборационистов, то есть людей, сотрудничавших, снова коллаборационистов, это сотрудничавших с нацистами. Ну, дело в том, что, конечно, решили бы включить несколько таких известных книг туда, просто посмотреть точку зрения этих людей, почему они сотрудничали, это дает, потому что, в общем-то, в Советском Союзе этот раздел, так сказать, ну, в смысле, это не очень афишировался, после того, как произошли процессы и были казнены по приговору суда главари, Казаков, например, это Краснов, Шкуро, ну, и ряд других, он, Панвинс, вот, других, так сказать, этих самых руководителей, генерал Власов, тоже такая фигура, жертва обстоятельств, он, конечно, если бы в свое время его не послали, совершенно гиблый участок, котел, кстати, он был любимцем товарища Сталина, и большая заслуга Андрея Андреевича Власова, это разлом немцев под Москву. Ну, вот, попав в ситуацию безвыходную, кстати, за ним посылали самолет, пытались его вывезти, но было уже поздно, Сталин долго не верил в то, что генерал Власов сдался в плен и перешел, так сказать, с немцем, это потом он уже стал борцом со сталинским режимом, я думаю, что это была жертва обстоятельств, не попадел в такие обстоятельства, и возможно лежал бы он в этой самой в Кремлевской стене и был бы уважаемый тот, там же не было принципов таких больших у людей, люди выживали, предавали своих друзей, это сейчас ну немыслимо, когда люди говорят, что у товарища Сталина были такие заслуги, так заслуги можно у любого найти, какие заслуги, когда было уничтожено такое количество людей из всех классов, когда дети писали доносы на родителей, родители писали доносы на детей, просто уму непостижимо, мы же не можем так, мы же люди все-таки, разве можно написать такое, тем не менее это было, так же вот и генерал Глассов был вот такой же вот жертвой обстоятельств, но то, что он конечно возглавлял Роа, кстати, Гитлер долго не хотел, не хотел, там же в этих мемуарах вы прочитаете, Гитлер долго не хотел русских, так сказать, иметь у себя именно русских, потому что казаки-то у Гитлера служили, но казаки, не забывайте, что они не считались ни русскими, ни славянами, а считались потомками Вест-Готов, почему они служили немецкой армии, почему они выполняли карательные функции в Югославии против партизан Кита, в общем, там есть, все это дело там можете прочитать, мне кажется, надо знать свою историю, и это дает коллекция понимания этой истории. Следующая коллекция Россия мыслители, ну, там действительно за рубежом оказалось очень много русских ученых российских, особенно гуманитариев, и вот философы, историки, публицистика, литературная критика, культурологи, вот, оставили вот это вот работа, это работа, сделанная, так сказать, нашими иммигрантами. Даже не знаешь, хорошо ли был этот философский пароход, на самом деле это был не только пароход 22-го года, но и просто на поездах уезжали люди, отправлялись с подпиской о том, что при возвращении они будут расстреляны. Это из послов, очевидно, Николая Бердяева, многих, многих других, высланных тогда. Так что все знают, вот так вот произошло то, что произошло. Вот, так что вот эта коллекция тоже примыкает, безусловно, там есть, особенно вот историки русского зарубежья, там безусловно есть то трагических событиях 1917-го года. Многие пытались это осмыслить, что же произошло со страной. Это там тоже найдете. Вот, теперь я хотел бы еще пару слов сказать о тех новинках литературы, которые мы купили для школьной библиотеки, по школьной программе, по спискам Министерства образования. Нам, ну, практически договорились с наследниками Николая Николаевича Никулина «Воспоминания о войне». Важнейшая книга, важнейшая книга о войне нашего выдающегося ученого, искусствоведа, рядовым прошедшим войну и оставшимся живым, и написавшим честнейшую книгу о войне такой правды. Это мало кто, это Виктор Астафьев, это Виктор Некрасов, Василий Гроссман, это художественная литература, а это воспоминания прошедшего, человека прошедшего войну. Обязательно надо, это тяжелое чтение, но без него нельзя. Вот мы практически договорились. А с наследниками книга в ближайшее время у нас будет выложена. Интересная книга Александра Железнякова, автора Петербурга церковного автора о Гагарине «Поехали мы первые в космосе». Очень интересная книга. Вот, договорились мы с дочерью Николая Михайловича Рубцова и 124 лучших стихотворения этого совершенно неординарного поэта должны знать. Вот там лучшие стихи. У него очень неровное творчество. Вот лучшие стихи мы отобрали. Я думаю, что многим это действительно будет лучшее, то, что он написал. Вот, ну, Пербулычев. Там в школьной программе достаточно много книг. Во-первых, это детские книги. вот сейчас у нас выложены вот эти детские. Ну и Игорь Всеволодович Можейко. Его совершенно выдающаяся книга 1185 год, при том, там полный двухтомник будет. «Восток-Запад». Вот, полный двухтомник. Мы договорились, мы уже это, так сказать, выложили. эта книга, которую и Борис Акунин включил в свою библиотеку по русской истории. И то, что эта книга совершенно выдающаяся, это безусловно. Поэтому обязательно вот прочитать 1185 год, во-первых, это блистательное чтение, во-вторых, это не оторвешься, а в-третьих, это действительно доктор исторических наук, выдающийся историк, написал. Вот, все совпало. Все совпало. И многое о русской истории. Вот 1185 год, это многое о русской истории, и о истории Европы там становится понятным из сложных проблем. И вот две новые коллекции, которые сейчас в разработке. 100 лет Октябрьского переворота, обещание реальности, это название рабочие пока. И 100 лет начала гражданской войны в России, история и мифология. Это действительно было мифами обросло. Мы постараемся сделать так, чтобы это были объективные две коллекции, которые будут полезны и для библиотек, институтских, университетских, и для школ. Вот, будем делать так. Вот, наверное, все, что я сегодня хотел сказать. Не знаю, есть ли там вопросы какие-нибудь. Вот, если есть, то я могу ответить. вопрос. Ну, если вопросов нет, то большое спасибо. Извините, я, наверное, не очень, так сказать, сумбурный с этими техническими проблемами, немножко это, но старался рассказать то, что я считаю нужным, ну, то, что важно, считая, может быть, надеюсь, что это вам было полезно. Спасибо большое. Коллеги, давайте поблагодарим Леонида за такой интересный рассказ. Да, были у нас небольшие технические трудности, но вот мы их, к счастью, разрешили. Я надеюсь, что запись наша будет без провалов, ну, и ее качество будет немножко повыше, чем было в начале. Я видел тут несколько вопросов, на которые я, видимо, должен ответить. Эта коллекция платная, задает вопрос Оксана Валерьевна. Для подписчиков электронной библиотечной системы университетская библиотека онлайн коллекция бесплатная, просто находите ее в интерфейсе ЭБС и пользуетесь. Что касается всех остальных, эту коллекцию можно приобрести в нашем интернет-магазине. Ну, собственно, все наши коллекции, тематические коллекции можно приобрести в нашем интернет-магазине DirectMedia.ru и там они с огромной скидкой продаются по отношению к, если эти книжки брать по отдельности. Был еще вопрос по сертификату. Повторяю, для тех, кто пришел позже, все присутствовавшие на вебинаре получат бесплатный сертификат на свой электронный адрес, вам придет ссылка, по которой вы должны будете перейти, еще раз зарегистрироваться в нашей системе, и после этого вам откроется ссылка на скачивание электронного сертификата по данному вебинару. Это будет именной сертификат с подписью, с печатью, все как полагается, его можно распечатать на цветном принтере, и будет все хорошо. Коллеги, спасибо, что вы пришли на наш сегодняшний вебинар. Мы с Леонидом с вами прощаемся, и будем рады видеть вас на наших других вебинарах. Благодарю за внимание. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok